Люди совершают прегрешения с давних времен. Зачем они поступают так, даже зная, что это плохо? Приветствую всех, вы на канале I am Rock. Это рубрика руководства по аномалиям. И сегодня у нас аномалия класса Тетх, крающая птица. Начнем с информации об аномалии. Вот история аномалии, если хотите, можете ее прочитать. Аномалия наносит красный урон. Ходить лучше всего на понимание привязанность, но можно в принципе и на инстинкт. Дар это вот такое вот ожерелье на брошь 2, дающие плюс 2 к статам атаки. Ну а особенности аномалии вот здесь. Главная особенность аномалии заключается в том, что каждый раз, начиная работу с другой аномалией, счетчик уровня клепота у птицы понизится со средней вероятностью. Это также распространяется и на работы с инструментальными аномалиями, как можете видеть здесь. Если на объекте запаникует агент, то уровень счетчика клепота также понизится. Эти особенности не сработают, если работают с аномалией во время триггера ее особенностей. Поведение аномалии при побеге разнится в зависимости от того, что его вызвало. Если побег был вызван паникой, то аномалия при побеге будет приводить вникующего сотрудника в чувство. После выполнения своей цели аномалия сама вернется в камеру содержания. Аномалия также вернется в камеру содержания, если паникующий сотрудник умрет. Если же аномалия сбежит от недостатка внимания, то она начнет атаковать всех сотрудников без разбора, нанося им понемногу красного урона. Птицы атакуют ближайшего к себе сотрудника, так что в случае чего можно заменить ее мальчика для битья. Но через какое-то время, решив, что сотрудник получил свое наказание, она вернется обратно в камеру содержания. Однако, если попытаться подавить птицу, то она разозлится и нанесет своему обидчику где-то 800 красного урона. Правда, этого спасло подавление ядра Хессида. Пережить укус птицы вполне возможно, если иметь хорошую броню или же иметь щит от красного урона. Тем не менее, без этих штук, обычно сотрудник не сможет пережить наказание птицы. Также, укусив сотрудника один раз, она опять самовольно вернется в камеру содержания. При желании, подавить птицу, конечно же, можно. Все сопротивления к урону у нее фатальные, поэтому она легко уничтожается оружием дальнего боя и замедляющей пулей. Просто стоит увозить от нее агентов, когда она подходит слишком близко. Имейте в виду, что когда аномалия начинает сама возвращаться в камеру содержания, ей нельзя нанести урон и выбрать в качестве цели также нельзя. Если сотрудник рядом с птицей носит оружие аномалии Мечта Черного Лебедя, то может произойти небольшой конфуз. Оружие с некоторым шансом возвращает атакующему весь урон, что может сагрить птицу. Правда, здесь сотрудника опять спасло подавление ядра Хеседа. После этого произошел баг, и птица все время сидит со своими мерзкими тентактами. Тем не менее, если Хесед не спасет сотрудника, то аномалия опять же убьет его. Вот так выглядит сотрудник в полном сете аномалия. Броня имеет хорошую защиту от красного урона, пистолет наносит красный урон. Больше тут сказать нечего, да и, если честно, надоело мне распинаться про каждое убогое эго. Основной вред от этой аномалии заключается в том, что вы будете сдрагивать, когда будете видеть сообщение о том, что произошло что-то нехорошее. Хотя на деле, птица просто сбежала из-за недостатка внимания. Также она сможет иногда надоедать вас звуками избивания сотрудников. Реальный вред от аномалии заключается в том, что с ней довольно тяжело выполнить задание Тиферит, при котором за весь день счетчик клепота ни одной аномалии не должен опуститься за нуля. Для того, чтобы это не произошло, птице надо уделять очень много внимания. Ну и на этом у меня все. Это было руководство по аномалиям, часть 19-я. Всем удачи, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok